Всем привет, с вами Денис Мейджор, сегодня воскресенье и Супер Марио Мейкер Разминочка! Так, мне написали, кто-то написал, прислав три уровня. Ну давайте посмотрим. Не уверен, что все три посмотрим, но посмотрим, сколько из них посмотрим. Вот так. Я хочу попробовать поиграть на геймпаде от SNES Classic Mini. Я напомню, что в эту пятницу мне уже привезли SNES Classic Mini. Я снял распаковку и даже первичный такой летсплей, что ли, выложил в субботу. Вчера, в общем-то. Так что вы, наверное, могли это видеть. А сейчас я попробую, я вот подключил его к веримоту. Вот, подключил его к веримоту и попробую сейчас вот так поиграть. В чем идея-то? Идея в том, что раньше я мог играть, например, в графике Супер Марио Брос первая часть или в Супер Марио Брос вторая часть, но не мог нормально играть, например, в графике Нью Супер Марио Брос Ю, либо даже Супер Марио Ворлд, потому что у меня не было кнопок нормально. А, подождите, мне даже здесь не нужно менять кнопки. Ну, то есть не хватало кнопок. Сейчас у меня SNES-овский контроллер, на котором кнопок гораздо больше, и по идее это уже должно быть абсолютно удобно. Более того, как я сейчас обнаружил, не нужно переключать кнопки. То есть здесь же, смотрите, если делать как вот на NES-овском контроллере, то есть B это бег и действие, а A это прыжок, то будет не очень удобно. То есть нужно, чтобы Y был бег и действие, а B был прыжок. То есть я сейчас оставил, можно сказать, по умолчанию. Так, у нас здесь это называется алфавит челлендж, то есть алфавитные испытания. Так, а что, а я могу просто здесь? Это же все равно разбиванка. Я же могу, может быть, и здесь пробежать. А, или знаете что? Или, наверное, я там не смогу, наверное, закончить уровень, если побегу здесь. Да, видите, здесь так сделано, что я не могу его закончить. Получается, я здесь бегу назад, возвращаюсь. Я так понял, что возвращаюсь с начала уровня. Самое, подождите, а я не могу вот... А, не допрыгну. Ладно. Хорошо. Хорошо. Так, и да, поскольку дайджестов в понедельник уже не будет, ну, просто из-за того, что очень насыщенная неделя, и я его просто даже не успею снять, то, соответственно, новости. Игромир, игромир. Самая главная новость это игромир. Если вы были, наверное, сами на Игромире, то вы уже, наверное, знаете все хорошее, что там было. Если вы не были, то кратко я перескажу. Ну, самое интересное, если мы сейчас говорим про Nintendo, то мне было интересно посмотреть на Super Mario Odyssey и Rime. Ну, Rime просто, она уже давно вышла для PlayStation, для Xbox, для Nintendo Switch версия запаздывала. Вот. Но там ее можно было посмотреть. Видите, как интересно? Я бы даже не сказал, что это разминочный уровень такой. То есть он, не то, что он очень сложный, но, как бы, определенный челлендж здесь есть. Так вот. Rime, конечно, обладает довольно низкой производительностью. К сожалению, к сожалению, я думаю, не очень комфортно в нее будет играть на... Так. А это, типа, типа чекпоинта, видимо, это сделано. Ну, как бы, якобы чекпоинт. Я думаю, так. Ну, сейчас посмотрим. Сейчас мы это увидим. Так. И давай-ка. И давай. Вот. Причем, ну, может кто-то сказать, типа, ну ты че, ну в Rime же открытый мир. Ну, какая же там производительность. Ну, слушайте, Super Mario Odyssey на самом деле тоже открытый мир. Ну, по сути. То есть каждый уровень это такой мини-открытый мир. И довольно большой. И что меня удивило в Super Mario Odyssey, это то, что, знаете, как-то очень интуитивно понятно. Просто, ну, поскольку вот я недавно играл и Super Mario Sunshine, и сейчас вот прохожу на стримах Super Mario 64, то я не мог не заметить, насколько Super Mario Odyssey более как-то, ну, логичен, что ли. То есть я, например, там появился в этом уровне Metro City. Мне говорят, там, беги туда. Но я как бы особо не запомнил, куда бежать. Так, так. А здесь у нас будет... А, в любом случае, эта штука, она не до самого конца уровня будет. Но все равно, мне этот уровень нравится, кстати, очень интересно. Ну, так вот, я побежал вперед, и че-то я просто бежал, 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 ну, как бы смотрел уровень. И как-то незаметно для себя я прибежал... Это же не самое начало, правильно? Я прибежал к цели этого уровня. То есть я не то, что особо куда-то делал, какой-то лабиринт там что-то искал. То есть как-то оно само собой получалось. Другой уровень я поиграл, то есть такой идешь там, мочишь врагов, красиво, приятно все. И при этом, ну, вот как-то доходишь куда надо. То есть нету какого-то вот, знаете, что... Что здесь... Что здесь делать? Кто я? Где я? Куда мне идти? Как у меня часто бывает и в Super Mario 64, и в Super Mario Sunshine. То есть при этом экшен-часть, она все равно осталась такой довольно, ну, не скажу, что сложной. Ну, да, там есть враги, с ними нужно очень там грамотно расправляться. Так что, в общем, игра должна быть отличная. Поэтому, что касается Rime, конечно, есть разочарование от того, что, ну, а что, не могли сделать графон получше? Да, почему? Может быть мне... Мне просто скажут, что мне нужно P все равно ударить кнопкой. Ну, посмотрим. Сейчас. Вот. Что я там еще посмотрел? Ну, на стенде Nintendo, во что там еще можно было поиграть? В... Блин, игрушка такая. Я так забыл ее название. Но я не стал не играть. Она мне чем-то напомнила вот эту, которая Plants vs. Zombies. Но это не та. То есть она как-то по-другому называется. Это самая... Не Harule Warriors. Как же она? Ну, какая по Warriors у нас сейчас ближайшая? Ну, вот в нее... А, Fire Emblem Warriors, да. Просто я в этих Warriors уже запутался. Какая только уже игра не делала свой спин-офф на Nintendo. И Harule Warriors, и что у нас там еще было? Наверное, все... Ой, нет! О, ну ладно, я хотя бы здесь взял монетки. Я могу теперь не идти вверх. Единственное, что меня грипп отобрали. Это плохо. Вот. Еще можно было поиграть в Steam World League 2. Ну, для меня это не актуально, потому что у меня игра есть. Я ее очень всем рекомендую. Марио Кроликов тоже всем рекомендую. Реально одна из лучших игр. 3DS-ок? Слушайте, я не помню, чтобы там были 3DS-ки. Серьезно. Я не видел 3DS-ок на стэнде Nintendo. Я вот только сейчас об этом подумал. Я даже когда делал видео про Играмир, я ничего не сказал про 3DS-ку. Но я сейчас вспоминаю, что... Я не знаю, там вроде вокруг ходил. Либо я не нашел, где 3DS-ки у них стоят. Либо их там реально не стоял. Вот. Ну, со стендом Nintendo можно сказать все. Единственное, что хочу добавить, что там был магазин. Как всегда. Они всегда в мир Nintendo магазин привозят. Магазин хороший, много чего можно купить. И приставки... Кстати, тоже не было 3DS-ок. Нет, 3DS-ки были. Но карты же для 3DS-ки были. И карты же для Switch'а были. И коллекционка по покемонам была. И амибо были. И много-много всего интересного. Здесь можно даже умереть. И... Хо-хо-хо. Что это за жесть? Я же... Хо-хо. Я чуть не сдох. Так, подождите. А теперь это нужно перепрыгнуть, да? Ну... Ох. Слушайте, это какой-то... Адский, адовый просто... Миллиметраж. Адский миллиметраж. Как? Как вообще у меня это получилось? Так, здесь, видимо, нужно бежать вниз. Я так понимаю, да? Сейчас, я вот знаете, как сделал? Я хочу разогнаться просто. Вот так. И... Какой отстой! Преодолев столько всего, я где-то в конце врезался. И я реально начинаю сначала. Мне придется, наверное, перемотать до туда. Потому что если я все это буду еще раз проходить на видео, это будет обидно. Вот до сюда я домотал. Это, можно сказать, чекпоинт. Я имел в виду, что будет не обидно, а будет долго. Обидно оно и так. Потому что так далеко дошел, и... Ну, сейчас все равно это не на начало уровня, видите? Я как раз хотел вот этот момент показать, что чекпоинт здесь ведет сюда. То есть здесь сделан чекпоинт без использования чекпоинта. Однако, из-за того, что ты еще и можешь умереть на уровне, получается, что того чекпоинта обычного все равно не хватает. Знаете, кнопки такие прикольные, мягкие немножко, но при этом хорошо нажимаются у SNES-овского контроллера. У меня не было SNES. Был только вот... Я покупал контроллер с Алиэкспресса. Где-то его показывал, по-моему, то ли в каком-то видео, то ли просто я показывал себя там в Инстаграме. Но суть в том, что очень похож. То есть реально китайцы хорошо скопировали. Я имею в виду тот контроллер, который вообще для USB. Вот. Обидно. Обидно. Так, сейчас опять буду оттуда начинать. Ну, главное в конце. Теперь, конечно, я, конечно, знаю уже, как там, чего. Ну, вообще-то говоря, это жесть. Так. Что у нас еще нового было на Игромире? Да и не только. Про Скорим VR я рассказывал, да, в видео. Хочу повториться для тех, кто, может быть, не посмотрел еще видео по Игромиру. Реально, то, что показывали в демке Скорима, это, ну, это просто вообще жесть какая-то. Вообще непонятно, что это. Зачем они это сделали. То есть, ну, многие, конечно, могут сказать, ну, ты чё? Ну, это же демка, там чё? Ну, вот что такое демка вообще? То есть демка должна давать представление об игре. И она должна как-то, ну, более-менее соответствовать тому, по крайней мере, что вы хотите показать игрокам в этой игре, да? То есть, чтобы игрок захотел купить себе эту игру. А я почему-то подозреваю, что Скорим VR это будет отдельной игрой. Это не будет то, что вы, типа, можете купить этот... Или если у вас есть уже Скорим Special Edition, который, вот, переиздание с крутой график... Ну, с улучшенной графикой, да? На PlayStation 4, на Xbox One. И, типа, вы можете то же самое получить, ну, имея эту игру, получить Скорим VR. То есть я почти уверен, что так не будет. Нужно будет покупать отдельно. И эта игра недостойна того, чтобы ее покупать. Смотрите, я, на самом деле, в прошлый раз вот потерял здоровье. Мог этого не делать, потому что это можно сделать по-другому. Это можно сделать гораздо проще. Вот. Потому что здесь действительно очень сложно прыгнуть вот в эту штуку, чтобы при этом не потерять здоровье. Ну, не потерять свой бонус, что ли, как вот это вот. Как это мы все время называем? Усилитель. Усиление. Апгрейд. Ну, называйте как хотите. Грип, короче. Но сейчас просто это не совсем грипп. Хотя грипп все равно это, да, это вопросительный знак. Но это же грипп. Мистери Машрум. Так, надо очень аккуратненько. Я очень не хочу потерять здесь здоровье, чтобы... Блин, опять здоровье сказал. Чтобы потом в конце не получилась такая же фигня, как первый раз. Вот. Во что еще интересно стоило поиграть на Игромире? Про GT Sports я говорил. Просто фишка в том, что реально я в прошлом году тоже играл в GT Sports. Какая-то была демка Альфа. Хотя, не знаю, думаю теперь, что как будто это была совершенно другая игра. Просто реально то, что было сейчас, это в разы лучше. И хорошо, что будет VR. И VR будет, по сути, за ту же цену. То есть не надо будет покупать игру VR отдельно. Как было с Drive Club. Да, Drive Club. Вот. И тем более, что VR вообще для гонок очень хорош. То есть если, я не знаю, тот же с Карим VR еще можно подумать, зачем вообще он там нужен. Потому что все-таки игра, она, понимаете, часто разработчики воспринимают VR как, ну все, теперь ты сам ходишь там, вот как бы в реальности. Ну блин, я живу там, не знаю, даже в маленькой комнате. Да даже если не в маленькой, все равно. Пространство ограничено. Как мне просто играть вашу игру в VR? То есть я должен все равно чем-то управлять. Они говорят, вот тебе два этих геймпада. Ими управляй. Неудобно. Неудобно. Лучше я на джойстике буду играть. То есть в чем проблема, почему вы так делаете, разработчики. Вот. То есть поэтому... Поэтому гонки, ну или космические симуляторы. То есть какое-то место, где ты сидишь по игре. Но да, можешь озираться по странам. Вот. Это то. Это то, что нужно. Вот. И поэтому, поскольку... Вот видите, я опять в это место попал. И здесь непонятно, куда идти. Видимо, все-таки туда идти. Так, здесь нужно не умереть. А, вот так вот еще. Так, ну все. Все. Последнее испытание. Хе-хе-хе. И все. Сюда зайти. Я так понимаю, это последняя буква была. Это буква Z. Все. Я это прошел. Но это сделано для того, кто играет в 100 жизней Марио. Он получил еще жизни. Две. Получается. Две всего, получается. Не три. Там или там три было. Ну, я в любом случае жизни не считаю. Потому что они мне не нужны. Идем на следующий уровень. Я глянул остальные уровни, которые написали. Разминочка. Там у одного, значит, прохождение где-то 4 с чем-то процента. А у другого меньше процента. Я решил, что это как-то совсем не разминочка. И разомнемся. Мы лучше на других уровнях. Тут Клоки прислал классический типа уровень Nintendo. Давайте посмотрим. Я просто люблю, вот такие я говорил уже, да. Классические платформенные уровни. Ну, не только их. Но их как-то к нему не особенная любовь. В конце концов, начинали мы с этого. Тут прям напоминает все первый уровень из Super Mario Bros. Еще и типа, зачем-то эти стрелочки. Иди сюда. Вот прям сюда. В трубу можно опуститься будет? В какой у нас? Эй, зачем так? Понятно. То есть это тоже в стиле Марио Кота. Так вот. Заканчивая темой про VR. Просто хочу сказать вот про игру Project Cars. Которую я показывал, кстати, на стриме на Xbox. Действительно, на Xbox, да и на PlayStation тоже это не лучший способ в нее играть. Вот. Но, если вы действительно хотите гоночный симулятор, у вас есть хороший игровой ПК. И вы, ну, просто вот реально хотите получить максимум от симулятора гонок. То, мне кажется, действительно, Project Cars это сейчас для ПК именно то, что надо. То есть и игровые кресла, и все, что надо. Все игровое железо, которое только может быть. Потому что, я помню, раньше вот был такой симулятор, назывался Life for Speed. Не, не Food Speed, а Life for Speed. И он был, да, хардкорным. А, смотрите, это реально по разным играм Nintendo, да? То есть это был Super Mario, потом был Kirby, сейчас у нас Kiddy Karus. Это прикольно. Интересная идея. Клоки просто написал делать еще дальше таки или нет. Мне кажется, очень классная идея. Вот сейчас у нас Donkey Kong. Непонятно, правда, откуда там взялись эти самые, как их, колючкины они называются, да, у нас? Или как-то по-другому. Так. Но в любом случае лучше брать звезду, да, а то... Вот. Поэтому Project Cars для ПК идеально подходит. Все, уровень уже заканчивается, к сожалению. Сейчас мы тогда пойдем к следующему. Я закончу мысль про Project Cars. Продолжаем играть в Mario Land. И у нас, ну, которая игрушка с уровнями, которые сделаны по уровням Mario Land, довольно близко к оригиналу. Вот. Если кто-то играл в Mario Land на геймбое, то, я думаю, заметил. Естественно, что полностью воссоздать эти уровни не получится. И враги другие. Но видите, у нас снова здесь вот эти купа трупа с бомбами. Потому что в Mario Land, как я уже говорил, да, в прошлый раз, что там были именно бомбы оставались от них, а не панцири. То есть в панцире, видимо, геймбое было тяжело и нарисовать, и обсчитывать их, и все такое. С бомбами и прочим. Так, да-да, вот я такие помню, кстати, ага. Такие бонусы. Ну так вот, Project Cars. То есть, если вы хотите вот такой симулятор, чтобы вот прям как настоящая машина и настоящие трассы, настоящие там же и погоду сделали. Сейчас этот тренд, мне кажется, этот тренд задал этот самый Drive Club, чтобы погода менялась. Потому что вот до Drive Club я не помню, где было бы красиво сделано именно изменение и погоды, и времени суток прям вот во время гонки. А, в остальных... Блин. В остальных играх, по-моему, либо была заданная погода, либо этого не было вообще. Либо максимум было изменение времени суток, но тоже не очень-то реалистично. Вот. Теперь это все есть, это все в симуляторе, то есть машины реально себя ведут на разных там поверхностях, в дождь, не в дождь. И все это очень круто. И главная крутизна, это именно поддержка кучи игрового железа. Такого, как те же кресла, которые умеют двигаться, да, там, и когда машина там как-то наклоняется, как-то вибрирует, ты все это ощущаешь, сидя в этом кресле. Вот. То есть такой уровень симуляции, это то, что вот надо. На консолях же, конечно, лучше, наверное, играть в Forza, если у вас Xbox, или в GT, если у вас PlayStation. Однако, как вот говорят, GT, она будет чисто онлайновая, то есть там не будет сингловая карьера, хотя одиночные заезды, конечно, будут возможны. Ну, типа, делаешь кастомный заезд и играешь вот так, а не так, что типа, как раньше было, помните, что-то типа карьеры, когда чемпионаты проходил, события там какие-то, вот это все. То есть вот этого, видимо, не будет теперь. Ну, на самом деле, мне кажется, жаль. Честно говоря, вот эта тема, вот эта мода на чисто онлайновые игрушки, там так было, что ли? Вот этого я не помню. То есть мода, мне кажется, уже устарела. Пора отказываться от этого, потому что людям не всем интересно действительно играть только с друзьями в онлайне. И это, в принципе, доказал еще первый Drive Club, он же тоже изначально был заточен чисто под онлайн. Потом, когда и разработчики поняли, что как-то это не особо заходит, и нужно сделать все-таки как-то и сингл. Вот, потом добавили, ну, какой-никакой сингл добавили, вот. Но почему разработчики GT Sport не прислушались, не поучились на ошибках других? Как говорится, только дураки учатся на своих ошибках, умные люди учатся на чужих. Ну вот могли бы поучиться на чужих ошибках. Давайте к следующему уровню. Вот, еще на этой неделе вышла, наконец, игрушка Cuphead. Честно говоря, я в нее еще не поиграл, потому что мне, Microsoft, обещали, что они мне дадут. Потом они что-то как-то пропали с радаров. И в этом до сих пор мне не дали. Я ее, в общем-то, мне не в лом и самому купить. Но просто если они мне ее все-таки дадут, то будет обидно. Поэтому я жду. Но, я так подумал, наверное, в крайнем случае, ко вторнику я ее куплю. Я думаю, вообще так, если все получится, то я в понедельник бы сделал стрим по SNES Classic Mini. А во вторник сделал бы стрим по Cuphead. То есть даже если мне до вторника не дадут Cuphead, я его куплю. 1400 рублей, если мне не изменяет память. В общем, не та цена, чтобы париться. Честно говоря, даже Forza, если мне не дадут, она стоит 2000, я ее тоже могу купить. То есть это та игра, которую я куплю. Вот, конечно, GT Sport, который будет 4000 стоить. Я его за свои деньги покупать не буду. Но, в том числе, потому что там не будет сингла. Вот. Поэтому я надеюсь, что все-таки GT Sport мне тоже дадут. Ну, GT Sport и PlayStation. В принципе, с PlayStation всегда был как-то проще диалог. Но с Xbox сейчас тоже вроде налаживается. У них там просто были замена в PR-менеджерах. Там много людей ушло. Новые пришли. Поэтому вот это... Вот это, как бы... Вот это все процедуры. Когда люди привыкают к новому рабочему месту. Знакомиться со своими коллегами, с кем им придется работать. В том числе с журналистами. И этот момент иногда вызывает такие сложности. Вот. Ну, плюс Cuphead все равно неприоритетный запуск для Xbox. То есть это, конечно, игра хорошая. Игра, в которую стоит поиграть. Как мне кажется. Но это не... Ну, не Forza. Вот. Тем более сейчас все готовится к лаунчу Xbox One X. Который состоится 7 ноября. Вот. На лаунч меня уже позвали. Так что я, может быть, даже постримлю с него. Как я стримил с Агромира. Как я стримил с запуска со старта продаж 2DS. Вот. Может быть, я постримлю. Расскажу вам, как там, что происходит. Сколько людей пришло. Сколько людей хотят себе купить Xbox. А где я запоролся? Я запоролся немножко дальше, да? Такой уровень, видите, он как бы даже сложноватый, я бы сказал, в плане вот прыжков, да? То есть тут еще попробуй правильно попрыгай. Чекпоинта не хватает. Потому что чекпоинты-то, в общем-то, были в этом самом. Я знаете, что думаю? Я думаю, что мне, наверное, стоит стать маленьким. Потому что вот именно вот в этих моментах будет проще прыгать. Да, это будет, ой, как-то совсем неприятно. Опасно, но проще. Опаснее, но проще. Как-то так. Хе-хе-хе. Так, и теперь мы готовы пробежать. Все, я пробежал, я пробежал, я пробежал. Фух. Какая прям, сегодня у нас разминочные уровни. Такие прям, ну, я же говорил, что хочется посложнее. Знаете, вот, приятно проходить уровни, которые не адски сложные. Которые там полчаса проходишь и все вырезаешь потом. А уровни, в которые вот вроде бы они проходимые, но при этом создают челлендж. Вот в такие уровни прям приятно играть. Давайте дальше. Еще один уровень, вот, Super Mario Land. Да, третий уровень. Вы видите, все сложнее и сложнее становится. Слушайте, на геймпаде реально приятно играть. На этом, на SNES-овском. Единственное, что я хотел бы посмотреть сейчас, какой-нибудь уровень в графике New Super Mario Bros. U. Чтобы убедиться, что вот эти дополнительные кнопки SNES-овского геймпада могут быть там использованы. Если так будет сделано, это просто будет космос. Я просто буду в восторге. Вот. По идее, это ведь когда они разрабатывали эту игру, Super Mario Maker. Не было же еще этого геймпада? Или этот геймпад это какая-то даже предыдущая модель? То есть, может быть, концепция этого геймпада была и раньше придумана. Во времена V? Может быть. Ну, не знаю. Напишите мне, кто знает, были ли во времена V вот такие SNES-овские геймпады для подключения к веримоту. Потому что я не помню. Так. Я просто думаю, куда-то же можно бы зайти-то вниз, а то... А вот где-то же гриб. Так, стойте, стойте, стойте. Да-да-да-да-да. Так, сейчас опять превращусь в Илью Олейникова. Ага. Ну, ладно. Я так понял, что вот этот вот гриб у них случайно получился в результате какого-то бага. Точнее, не гриб, а вид такого Марио. После чего они придумали гриб для этого. Как здесь забавно. Еще интересно, люди, которые делали эти уровни... Ну, человек, который делал этот уровень, он... О, а здесь есть чекпоинт, нормально. Он делал его по клеточкам. То есть, это точная копия или так приблизительно на глаз? Просто с одной стороны точно копия... Иди, давай. Нет. Так. Какой отстой? Все. Похоже, мне... Мне нужно умирать. Мне нужно умирать, потому что здесь... О, я... Не один такой. Далеко не один. Здесь где-то был... Да? Где-то. А я боюсь, что это где-то... Это был цветок. Да ну, что ты будешь делать? Ага. Только мне еще и Боузера надо убить при этом. Какая жесть. Как я это должен проходить? Как вообще? То есть, здесь и бомбы... Или вот не было бы хотя бы дырки, в которые бомбы проваливались. Вот это уже было бы прям... Можно сказать, помощь огромная. Можно мне... Ага. Так, и что... А, мне это много что даст, вообще говоря. Вот что мне это даст. Так. Вот так я и буду действовать. Здесь я и по Боузеру попадаю. И по бомбам. Они по нему попадают. Во, прям вот так. А он по мне не может попасть. Хе-хе-хе-хе-хе. Я читер. Я адский читер. Не, на самом деле, что? Это здесь, потому что лежит этот блок. А не было бы этого блока. И что бы я делал? Я здесь постою. Спасибо. Все. 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 Так, у нас... Я так понимаю, что это уже конец уровня. И сейчас у нас... Глюки немножко посмотрим. Помните? Глюки. Вот сейчас посмотрим глюки. Идем к глюкам. Написали мне просто еще один баг. Ну, еще один, так еще один. Тут, кстати, графика Super Mario World. Вот. Я сейчас посмотрю, как работает SNES-овский геймпак. А че делать? Че делать? Ну, вообще мне написали, что это баг. Я не понял, в чем баг. Разве что странно, что он по диагонали движется. Но, видимо, только в этом и была фишка в том, что он движется по диагонали. Просто не совсем понятно, зачем внизу гусеница. Вот это предел, она движущаяся. Ну, ладно. Давайте посмотрим еще пару багов. Боузер стреляет гусеницами. Написали мне. Ну, которые эти. Ягаза. Виглер. Кто-то бегает. Так. Ну-ка. Мне же куда-то нужно идти, да? Я не вижу боузера. И я не вижу гусениц. И куда мне идти? А, вот. Ох ты, как оно! Вот это жесть, я вам скажу. Забавный баг. Так, а как это происходит? Получается, он их реально генерирует? Они не из трубы вылазят. Так, все. Типа, мне дали. А у кого тогда был ключ? Наверное, ключ был у какой-то гусеницы. Беги, Денис, беги. Написали мне в описании к этому уровню. Ну, давайте попробуем бежать. Так. Прямо настолько все... А-а-а! Знаете, что меня здесь расстраивает? Я об этом говорил, да? То, что время заканчивается безотносительно того, насколько быстро ты бежишь. То есть, ты можешь бежать быстрее, только ты не пройдешь тот уровень быстрее. Никоим образом. Так. Ну, здесь-то... А-а-а! Будем знать. Будем знать. Вот. А-а-а! Да. То есть, это даже довольно странно. С одной стороны, прокрутка уровня реализуется именно для того, чтобы ты постоянно двигался. А с другой стороны, быстрее двигаться ты все равно не можешь. То есть, ты можешь... Теоретически, мог бы бежать быстрее, если бы прокрутки уровня не было. Понимаете? То есть... Ну да, я и в первую часть... Первый раз, когда играл, чуть не запоролся в этом месте, честно говоря. Так. Кстати, в какой части у нас вообще бомбы-то появились? В третьей они уже были? Или еще нет? В первой-то их точно не было. Но вот я думаю, были ли они в третьей части. Так. Эх. Хо! Чикпоинт! Я люблю чикпоинты. Здесь, понимаете, еще в чем может быть отстой? Именно из-за того, что я слишком быстро это все делаю, может быть, именно из-за этого... Именно из-за этого бомбы быстро взрываются. То есть, может быть, если бы я стоял и ждал, пока они взорвутся. Слушайте, уровень классный. Так. Ага. Да, не нужен мне гриб. Без него обойдусь. Да, да, да. Вот я чувствовал, что здесь я нарушил. Но, вы знаете, когда вот играешь в уровне с прокруткой, очень вот мне лично не нравится, когда ты вот упираешься в стенку и идешь вот прямо вот в стенку, и ты не видишь, что там. Ну и, в принципе, как-то некомфортно, да? Вот. Если бы все равно уровень как-то вот прокрутился, чтобы я был в конце этого уровня, и пусть бы я двигался даже бы с той же скоростью, мне кажется, было бы лучше. Ну, это к механике игры, конечно. Вопрос. А так-то вот, мне кажется, этот уровень даже прикольный. Да почему? Я не прыгнул. Нет, я не нажал. Ну, просто вот... То есть, это я не буду сейчас говорить. Я же прыгнул. Сейчас я не прыгнул. А должен был. Вот. Сейчас я прыгнул. Ёлки. Почему? Понял. Надо вплотную подходить. Тогда этот томпер... Ну, короче, бабах. Будет быстрее это делать. А если стоишь, то он ничего не делает. То есть... По сути, от тебя самого. И в прошлый раз я именно так запоролся. Ну, самый первый раз. Именно на этом запоролся. Я не подошел, чтобы он уже начал рубить. Сейчас даже касаний не было. Я видел. Там еще... Там еще два пикселя может поместиться. Два пикселя, между прочим, это очень много. В реальной жизни это было бы, я не знаю, сантиметров. Много, в общем, сантиметров. Некогда мне считать. Так. Угу. Так. Так-так-так-так-так-так-так-так. Вот. Гриб могли бы и дать, конечно. Могли бы и дать, конечно. Вот-вот-вот. Видите, вот это место. Вот здесь я запоролся. Я ударился вот в эти боковые штуки. И меня отнесло. Ну, это уже конец уровня. Сейчас мы его пройдем. Вот. Видите, вот это место. Вот. Так. Все. Ясс. Я прохожу этот уровень. Он не сложный, но он очень зрелищный. Вот. Давайте идем дальше. Боузер 8.4. Вот что мне написали. И смотрите, здесь 6% прохождения уровня. Что-то мы сегодня все играем в графику старого Марио. Мне геймпад полностью не могу проверить ни на одном уровне. Они даже не попадаются. Так. Ну, хорошо. Давайте это посмотрим. Да и нет. Ну, почему? Я не упал. Я не нажимал туда кнопку. Вот почему это не метроид, где самус, она же мгновенно остановилась. Помните, я вам про это рассказывал. Ладно. Так. Ага. Чувствую, прям такой будет. Прям сложный уровень. Эй. Че грипп-то не дали? Че? Жадины, да? Эй. Ну-ка. Да. Как? Да что ж ты? Ну ладно. Жизни мне не нужны. А здесь реализован интересный принцип. Помните, как было в оригинальной Супер Марио Брос? Что если ты... Упс. Да, надо еще этого победить. Если ты неправильно идешь, то уровень зацикливается. И пока ты не пройдешь правильной дорожкой, он будет зацикливаться. В том террасе время кончится, и ты умер. Вот. Но, конечно, Супер Марио Мейкер такое невозможно реализовать. Ну почти. Сейчас мне очень сильно повезло. То есть здесь реально было ощущение у меня, что... Опа. Чекпоинт. Срочно чекпоинт. Было у меня ощущение. Да как же это сделать? Ладно, я не смогу, наверное, взять этот грипп. Так, 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 так. И вот так мы это сделаем. Фу. А в оригинальном уровне 8.4 туда можно было зайти. Да, прячься. И нет. О-о-о-о, как сложно. Давай-давай, пускай. Так. Эх. Надо было вот просто быстро зайти, чтобы вот эта дурацкая черепаха не успела попасть в меня своим дурацким молотком. Так. Да ну нет, ну не было же его, ну блин. Ну не честно так. У него тайминг был сейчас больше, меньше. А-а-а. Так. Хорошо. Короче, идея такая. Эээ, понимать. Ой, нет, 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 я лучше сразу умру. Идея такая. Нужно понимать, что в каждой трубе вылезает растение, вылезает оно тогда, когда ты меньше всего этого ждешь. И поэтому единственный способ, это либо дождаться, пока оно вылезет, и потом прыгать на эту трубу, либо встать рядом с этой трубой. Потому что вы знаете, да, что если ты стоишь рядом с трубой, то растение не вылезает. Так. И... А-а-а. Фух. Да я тебя прикончу. Главное, гриб при этом не потерять. Так. Ну давай. Ид. Давай еще раз. И еще раз. Ну. Да иди сюда. Упс. Черепаха. Хо-хо-хо. Учитывая, какие здесь хитбоксы. Так. Ну че? Вот так мы это сделаем, да? И... Давай, вылезает цветок дурацкий. Все. Не вылезет уже. Так. Ждем. Ждем. Снова ждем цветок. Так. А теперь делаем все очень быстро, очень быстро. Я не успею, очень успею. Ах. Вот как. Кто нажимает кнопку П? Так. Пытаемся. Пытаемся идти дальше. Я сохранил гриб. И это очень хорошо. Вот. Видите? Видите? Так. Этот не успел вылезти. Фух. Так. Нужно... А, нет! Так. И я его прокажу! Да! Фу! Ну и уровень, блин. Вообще жизнь. Фух. Ладно, у нас осталось немножко времени. Давайте попробуем тот уровень, который якобы разминочка, а на самом деле совсем нет. Мистический холм. Опциональные красные монетки. Уровень, наверное, будет большой, интересный и в меру сложный. Ну, меньше 5% прохождения. О, как. Я Соник. То есть, понятно, Мистик Хилл это отсылка к Сонику. Мы точно, кстати, такой уровень не проходили? Вот это было забавное место. Так. Понятно теперь, из-за чего здесь сложность строится. Так. Вот это место мы разделали с ним. Так. Я так понимаю, что я... Да, с той стороны я не пройду. Ага. Это вот было странно и забавно. Я хочу попробовать тыцнуть. Ладно. Можно было не тыцкать. Это очень прикольный уровень. Мне нравится его механика. Понятно, что, да, это сделано типа как в Сонике. Там же есть даже такие, да, платформы. Ты становишься, они уезжают. Только они потом приезжают, но... У нас они здесь не будут приезжать. Так, хорошо. Есть ли мне способ взять еще раз Соника? Пожалуйста. Спасибо. Так, всегда обращайтесь. Так, смотрите. Теперь мне нужно... Сейчас прилетит этот самый. Вот так мне нужно это сделать. Так. И сюда я иду. Игы. Между прочим, я здесь чуть не умер. Чекпоинт. Отлично. Ну, кстати, это получается... Либо сейчас будет босс, либо этот уровень действительно длинный. Ну, кстати, не такой уж он, конечно, и сложный. Прям уж вот я бы не сказал, что... Эти красные монетки я брать не буду. И вот так мы это сделаем. Туда наверх я пойти все равно не могу. Жесть. Так, хорошо. Или плохо. Собственно... А дальше-то что делать? Так, хорошо. Поедем. Забавно. Я не знал, что так можно делать. И... А! Хорошо. Оно так проезжает. То есть так... Так можно. Ну, а дальше-то что? Видимо, мне нужно было туда, но... 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 Типа все? Ага. Ну. А, вот оно как работает. Понятно. Ну, ладно. У меня это хотя бы получилось. Я не зря... Рискнул здоровьем. Ах, вот как они это делают! Слушайте, прикольно. Это интересно. Я не знал. Так. Опа. Я ему управляю. Смотрите, я влево смотрю. Он идет влево. Я вправо смотрю. Он идет вправо. Забавно. Я не знал, что так можно тоже. Интересный уровень. Интересный. Но, конечно, может быть и для разминки бот потянул. Я не знаю просто, что у него такое... Низкое... Такой низкий рейтинг прохождения. Может быть там в конце будет что-то... Просто нереально... Не знаю. Нереально сложное. Так. Ага. И... Ага. Ох. А-а-а-а. Блин, новый чекпоинт. О, жесть. Сколько мне нужно проходить. Но я понял, да, что здесь нужно делать. Когда наверху эта штука, то нужно подпрыгивать... Ну, как бы на волнах. Помните, мы когда-то... Один был уровень. Мы катались на волнах. На синих вот таких черепах. Был очень-очень-очень хороший креативный уровень. Все. Так. И... Да что ж ты будешь делать? И вот так мы это сделаем. И не знаю, хорошо ли это сделали, плохо, но... Так. А, вот смотрите, значит, как. И не теряем здоровье. Вот так вот. По-умному. По-умному. Так, это взрывается. Я сажусь. Едем. Необычно. В этом уровне чувствуется дух Соника. Ну, так в хорошем смысле. Я говорил, да, что я, в принципе, что-то игры про Соника все-таки не люблю. Но вот здесь вот в хорошем смысле чувствуется дух Соника. Очень необычно, потому что это игрушка про Марио. Но, с другой стороны, может быть, именно поэтому мне это нравится. То, что игры-то про Марио мне нравятся. Так. Вот, значит, смотрите, что мы здесь делаем. Здесь мы едем вот так. Приседаем. Так. Нет, нет, ой, не так, не так я хотел. Ладно, я перемотаю до сюда. О, жесть какая. Так. Вот, вот так. Вот сейчас я правильно сделал, да? Вот. И мы берем этот чекпоинт. Ес. И что теперь будет? Теперь что? Третий чекпоинт. А вот теперь, видимо, будет... Ай, не так. Вот так нужно сделать. Да? Ой, нет. Понятно. А теперь будут вот эти самые прыжки. Я смотрю, многие левел-дизайнеры используют такие вот прыжки у себя в уровнях. Ну, как бы, ребят, это красиво, но это тоже немножко... Баян. Так. Меньше суеты. Все? Нет, не все. Так. Так. Опс. И потерял, потерял. Короче, смотрите, что сейчас нужно сделать. Нужно обязательно взять звезду. Вот. Очень постараться взять звезду. Если возьмем, то... Поначалу хотя бы будет проще. Так. Ага. Вот. И... Так, ладно. Первый этап... Первый этап... Выполнен. Угу. Ладно, пусть поездит этот гриб. Потому что, видимо, его нужно использовать только, когда это реально нужно. А в остальное время стараться вот так вот убегать. Так, сколько раз мне осталось его ударить? Все? Все. 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 Я убил босса. Но опять же, я говорю, не для разминочки уровень-то. Сильно не для разминочки. Все. Я прошел этот уровень. И на этом на сегодня я заканчиваю прохождение. Вот. Каждое воскресенье я снимаю Super Mario Maker. И... Также у меня есть стримовский канал, где в основном по вторникам и четвергам проходят стримы. Но на этой неделе, на ближайшей, я попробую сделать стрим в понедельник и вторник. Как правило, стримы все начинаются в 8 вечера. Так что ссылка в описании. Подписывайтесь и ждите стримов. Там я обычно увешаю расписание. Также подписывайтесь на группу ВКонтакте, потому что там тоже все новости. Ну и там много другого контента, общения и всего прочего. Можете там писать. А если хотите предложить мне уровень Super Mario Maker на прохождение, пишите его в комментах к этому видео. Потому что вот именно в комментах к этим видео про Super Mario Maker я собираю уровни, которые записываю себе в блокнотик электронный. И потом прохожу в воскресенье. Если уровень не попадает, это ничего страшного. Ну хотя, теоретически, может, я его просто не смог пройти. Либо я просто до него не дошел в списки, либо его уже нет. Ну там много есть разных причин. Я, в принципе, периодически о них рассказываю. Ну и спасибо всем, кто смотрел. С вами был Денис Мейджор. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok